Здравствуйте дорогие! Если вы любите картофель так как любим его мы, то этот ролик для вас. И для начала мы почистим всего один картофель. И понадобится нам один картофель весом 250 граммов, я его почистила, помыла. Одно куриное яйцо, также нам понадобится грамм 100-120 сыра любого, еще миллилитров 60 растительного масла, щепотка соли и сковородка. Приступаем! И для начала мы картофель натрем на терочке для корейской моркови. Мы с Иваном Афанасьевичем картофели еды в энном поколении. Не знаю как вы, но мы картошку очень любим. Смотрите какая гора картошки получилась из одного картофеля. И теперь мы немножечко вот так, беру щепотку, вот сколько пальцами взяла и достаточно. И вот так просолю немножко и минутки две дадим, чтобы картошечка пустила сок. А за эти две минутки мы возьмем растительное масло, нальем в сковородку и накалим хорошенько. Смотрите друзья, всего пару минут картофель постоял, он уже пустил сок, он уже заплакал и нам нужно хорошенько отжать картошечку. Вот так отжимаем ее, сколько есть сил у нас в руках. Теперь проверим разогрелось ли масло. Берем деревянную палочку, наше масло скворчить, как Ивана Афанасьевича папироска. И самое время добавлять картошечку. Картошечку распределяем равномерно по дну. Разбиваем в чашу любую миксера, например, одно яйцо и венчиком просто перемешаем желток с белком. Добавляю 2 столовые ложки молока, перемешаю теперь яйцо с молоком. Когда картофель подрумянится вот так по краям, а за это время быстренько натираем сыр. Нам нужно успеть, чтобы картошечка не сгорела. Сыр натереть не успели и заливаем яйцами с молоком, равномерно распределяем по всей площади нашего картофеля. И продолжаем натирать сыр. Вот картошечка наша подрумянилась. И теперь нам нужно перевернуть аккуратненько. Вот так поднимаем, раз, и у нас все варимало. И через пару минут мы подождали, пока краешки снизу также подрумянятся. И выкладываем сыр. Сыра можно от 70 грамм до 120. Кто как любит. Кто любит много сыра, кто любит мало. У нас это завтрак на двоих, поэтому у нас 120 граммов. Если на одного, то можно меньше. Все. Накрываем крышкой и 2 минутки ждем, чтобы сыр расплавился. Сыр расплавился. Мы выкладываем нашу картошечку на блюдо. И сейчас попробуем, что же у нас получилось. Ну и как тебе мой завтрак? Да еще не, только понюхал. Еще не распробовал. Сейчас мы посмотрим. Разделить строго пополам? Ну, соби возьми чуть больше, ты же мужчина. Ладно, вот соби чуть меньше, мне чуть больше. Все. Вот такое вот. Вот, вот такое вот. Ну, вот такое, как на прямом виде. Можно еще даже на 4 части будет. Ну, удобнее. Ну, ты и так справишься. Да. Вот так. Вот так. А я с хлебом буду, можно? Можно. Вот как оно с этой стороны поджарено. Видишь, посмотри. Вот с этой стороны как поджарено. Не подгорело. Держится. Получилось... Как? Хлеб кусательного. Что-то оно без хлеба хорошо идет. Не разобрал. Да. Угу. Ну, котам, друзья, мы не давали наше блюдо. Они кушают творожок. Многие зрители просили, покажите котиков. Наконец-то они собрались все дружной семейкой. И тоже вместе с нами завтракают. Кстати, что случилось с космосом? Кто подскажет? Почему он убегает, придет домой день-два, отъестся и убегает на 2 недели опять? Бросают нас на произвол судьбы один на один с мешами. Что за дела? Может, кто-то сталкивался с такой проблемой. В чем причина, подскажите? Да, это только в этом году. Раньше такого не было. 2 недели нет. Потом появился, 3 дня ест, 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 наедает живот. И опять исчезает на 2 недели. Прямо какое-то удивление. Или невесту зови в себе, или что? А что за невеста такая? Так, Иван Афанасьевич. До свидания, друзья. Маши ручкой, и Лариса Николаевна пока горячая тоже будет кушать. Я забыл. Всем до свидания. Всем всего доброго, всем всего прекрасного. Каждому того, чего он сам себе желает. До свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Хорошего дня. Пока. До свидания, друзья. Будьте здоровы. АП. Устали. ПО.